Возле ёлки снова, возле ёлки снова торжество, торжество! Совсем немного осталось до наступления чудесного праздника Рождества Христова. И самое главное, чтобы детские души прочувствовали всю глубину и радость этого события. При общении детей к русским православным традициям, познании собственной культуры, воспитание таких личностных качеств, как доброта, сострадание к ближнему, любовь к родной земле – основная цель рождественских образовательных чтений, которые в 13-й раз прошли по всей Московской области. 16 декабря в районном Доме культуры состоялся итоговый праздничный концерт. Активное участие в подготовке и проведении мероприятий рождественских чтений приняли различные учреждения образования, детские коллективы. В процессе проведения рождественских чтений педагоги и наставники обменивались опытом, делились знаниями. Это было высоко отмечено главой Щелковского муниципального района Надеждой Сурубцевой. Все это направлено на одно, чтобы не просто зажечь огонь в душах наших ребят, но чтобы этот огонь не тлел, а горел. И из этих маленьких огоньков по всей России складывалось великое свечение. Со сцены прозвучали самые теплые пожелания всем, кто вложил душу, силы и опыт в подготовку и проведение мероприятий, направленных на воспитание и развитие подрастающего поколения. Хочу пожелать вашим детям, вашим воспитанникам, чтобы нам, взрослым, получалось создать не такую среду, а такую атмосферу, чтобы в их сердцах, в их душах всегда побеждала добро. Это очень важно, что учителя привлекают каждый раз других детей, чтобы они почувствовали и запомнили это на всю жизнь, вот это прикосновение к светлому, к добру. Благодарность была высказана и в адрес организаторов мероприятия. Спасибо огромное всем тем, кто вкладывает свою душу и талант в проведение этих рождественских чтений. Безусловно, правительство Московской области, руководство района, безусловно, отца Андрея, который вместе со своими братьями делает все, чтобы рождественские чтения проходили на территории Щелковского муниципального района на высоком уровне. Не остались в тени и те, кто внес особый вклад в организацию проведения рождественских чтений. Руководители учебно-методического центра Инну Гуськову поздравили с юбилеем и вручили почетные награды и подарки. Ольга Оржанова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».